Привет, друзья! Сегодня у нас с вами очень такое приятное видео. Это бюджетные покупки. Покупок было немного, хотя спорный вопрос. Но покупки все такие приятные. Сейчас вам все покажу. Есть вообще какие-то мои находки, я так горжусь ими, вообще готова с вами поделиться. И первая вот такая вот находка, это, ну, я не знаю, вот для меня, как для ленивца, вообще супер такого, знаете, махрового, вот просто волшебная сказка. Та-дам! Смотрите. Видите, даже цена 58 рублей, бюджетнее не бывает. Это, значит, хрустальный поцелуй, косметический лед. Вот. Конечно, можно сделать настой трав, потом его процедить, остудить, заморозить в морозилочке, потом доставать кубик льда и что-то там себе по лицу возить. Для меня это нереально сложно, я это никогда не буду делать, у меня нет на это все времени. Хотя мне лед просто показан. У меня вот здесь на подбородке, вам не видно, потому что я очень тщательно замазываю, жуткое куперозное пятно. И оно с годами только увеличивается. Поэтому мне сосуды надо тренировать. И, девчонки, если у вас есть купероз или расширенные поры, кстати, тоже у меня есть, жирный блеск и прочее добро, и вообще вам нужно свою кожу держать в тонусе, вот лед вам просто необходим. Здесь так классно, я уже как бы пользовалась, я вам покажу, ну, как бы, это, знаете, добокупка трехнедельной давности, я просто что-то, ну, не снимала, забыла, наверное. Значит, тут вот такие вот, как конфетки, да, то есть, смотрите, они жиденькие, видите, я легко сминаю. Вот такие конфетки вы кладете в морозилку, и затем, когда вам надо, вы отрываете, оно застывает, ледышка. С одной стороны открываете, и можно вот прям так, держась за упаковочку, водить по лицу и как-то свою кожу, скажем так, тонизировать, пробуждать. Вообще волшебная штука, ну, мне очень нравится. У меня в данном случае это лед для проблемной кожи, я вам сейчас прочитаю, если найду, я найду, она здесь есть. Состав. Шунгитовая вода. По поводу шунгита, какой-то очень волшебный минерал, у меня с ним столько кремов было, но они все-таки противоотечные. Я, если честно, не очень знаю действия шунгита. Ну, что-то явно хорошее. Значит, экстракты хвои, сосны сибирской, шалфея лекарственного, земляники лесной, шиповника, аквапрополис, бронопол, натриевая соль и так далее. То есть, в принципе, состав не такой уж жуткий, то есть на первых местах все приличное. Если вам будет интересно, какой эффект все-таки эта штука оказала на мою кожу в итоге, да, после использования всей пачки, пишите. Следующая тоже такая классная штука, тоже стоила копейки. Значит, это вот такой вот чудо-хаш. Гель для укрепления ногтей. Но в инструкции к этому средству написано, что он служит хорошим подспорьем именно при отращивании ногтей, допустим, после травмы. Стоил тоже 57 рублей. Отличная цена. Здесь вот такая вот штучка. Нужно капнуть буквально вот капельку на ноготочек. Сейчас, секунду. Оп. Вот такая она, да. Очень легко. Ну, такое вот нелипкое, кстати, ощущение. Втирается в ноготь. Пахнет нормально мылом почему-то. Вот. Дважды в день, если будем это втирать, через две недели просто будут не ногти, а волшебство. Я сейчас восстанавливаю ногти после такого, значит, самопроизвольного снятия шелака. А я вот, знаете, гель-лак, когда снимаю, я что-то снимаю сразу с ногтевой пластиной. Вот проще было фаланги сразу отрубать. Ну, 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 не получается. Вроде сижу. Ну, короче, знаете, это, так сказать, это, короче, тема для отдельного видео. Давайте дальше продолжим разговор о ногтях. И я вам покажу, значит, смывку для лака. Nail Polish Remover от Essence. Значит, здесь 150 миллилитров. И в чем вообще прикол этой штучки? А в том, что она пахнет, ну, помимо запаха ацетона, да, ацетон здесь есть в составе, она пахнет кокосиком. А, тут, ну, и написано, кокос и папайя, ну, как бы, да, для слепых написано. Очень мне нравится, то есть, вот, остаточный аромат, когда ты стираешь лак с ногтей. Не мерзкий химозный ацетоновый, а вот кокосик. Ну, классно же. Неплохо смывает. Ну, мне очень нравится. Мне вообще как-то честно, радостно ее в руки брать, эту баночку. Единственное, что для меня странно, сейчас покажу. Дыра вот такая, посмотрите. То есть, ну, не маленькая дырочка, как мы обычно привыкли в жидкости для снятия лака, а вот такая дырень. Ну, это, кстати, тоже маркетинговый ход, чтобы мы выливали ее много, она быстрее заканчивалась, и мы быстрее шли покупать. Этот месяц какой-то был на эссенс такой богатый, наверное, потому что я забрела в их корнер и нашла много прикольного. Я покажу вам, я его уже показывала, но все равно покажу лайнер в виде фломастера с не очень, на мой взгляд, удобным фончиком. Он жестковат для меня, хотя, ну, я и им могу рисовать, конечно. Я уже показывала, вот такая линия, достаточно такая плотная. Но, 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 я знаю, что у них есть проблемы, есть тенденция, у них кончик очень быстро пересыхает, поэтому храните вот в таком положении всегда, то есть вниз кончиком. Странно звучит, храните вниз кончиком. Следующий продукт тоже уже появлялся в видео, это жидкая подводка от эссенс, которая до сих пор мной недопонята, если честно. Тут написано ультра софт тип, то есть супер мягкий кончик, да. Если вы посмотрите, понятно становится, что он великоват на самом деле. С ним какая проблема? Очень тяжело нарисовать именно кончик, вот-вот-вот, вот линия, ой, ну, это я, господи, что там, еще можно начеркать. Значит, очень тяжело нарисовать именно кончик остренький у стрелочки. Но у этой подводки есть плюс, два даже плюса. Во-первых, цена, цена адекватнейшая. Если сейчас вообще посмотреть цены на жидкие подводки, как бы, знаете, так, ну, как бы волосы шевелятся, потому что, ну, тут не за что платить большие деньги. Это первый плюс. А второй плюс, что она невероятно стойкая. Если вы что-то там замешкались и не успели исправить стрелочку, и она у вас засохла на глазах, вы замучаетесь ее просто подправлять. Ну, серьезно, она очень стойкая. И это хорошо. На моих жирных веках она должна держаться отлично. Поэтому я думаю, что я просто вот буду ее открывать, туда лезть кисточкой другой и подводить глазки. Ну, я, конечно, молодец. Вот я теперь буду с этой покорябанной рукой. Ну, ничего, сама виновата. Следующее – это маркер для бровей от Евы Мозаик. Так, сейчас, секунду. Пожалуйста, фокус. Ну, короче, поверьте мне, что это маркер для бровей от Евы Мозаик. Значит, у него очень интересный носик. Вот, посмотрите, он и толстый, может быть, и очень тоненький. В чем проблема? Он на лице, ну, на бровях, да, становится глянцевым. И это проблема, то есть брови выглядят очень ненатурально. Но если у вас хорошо набита рука, и вы умеете заполнять хорошо бровки легкими такими штриховыми движениями, здорово. Я не умею, поэтому, ну, у меня как бы всю жизнь проблемы с бровями. Я уже смирилась. Вот, ну, могу показать. Я вот эту руку попыталась симметрично покорябать. Стой. Вот, сводчик можете посмотреть. Ну, в принципе, неплохая штука. Реально, два дня держится, если не сильно там демакияжем не увлекаться и не дотирать просто там, да, до суперчистоты брови. То классная штука. Тут суть, как бы, да, в эффекте татуажа, так называемом, ну, как бы, знаете, неплохо, на самом деле. Из бюджетных средств неплохо. Почему я говорю бюджетный? Он стоил, там, что-то около 200 рублей. Я считаю, это сейчас нормально, вот, с нынешним ростом цен. И последний продукт для глаз, это тушь Lash Princess Volume Mascara. Это такая красивая, и вот здесь у нее, посмотрите, какая прелесть, как, как он называется? Корсет, господи. Покажу щетку. Щетка вот такая, изогнутая щетка, значит, это обычная щетинка, то есть это не силиконовая щетка, да, она самая обычная. Что мне нравится? Значит, срок годности 6 месяцев, как обычно, это не важно, да, это, собственно, она у меня закончится раньше. Мне нравится, что здесь 12 миллилитров, это достаточно большой объем. На глазах не пробовала, но вот просто еще, честно, не дошли до нее руки, но обязательно попробую. Я читала на нее отзывы, отзывы были неплохие. Но, вы знаете, да, что касается туши, это все вот на вкус и цвет товарищей нет. Потому что, вот если у вас руки из нужного места, вы хоть чем нарисуете себе шикарные ресницы. Так что вот так. У меня осталось всего три продукта и следующий покажу, то, что мне досталось в подарок. Это, ой, тяжело. Та-дам! Йодобромная соль для ванны. Чем йодобромная отличается от любой другой? Да, тем, что здесь отличный состав по ионам и так далее, да. То есть, есть вещества, которые по-настоящему успокаивают нервную систему. А мне соль для этого и нужна. Я вообще человек как бы возбудимый, поэтому вот мне нужно иногда какой-то релакс, расслабиться, успокоиться. Здесь килограмм. Не знаю, насколько мне ее хватит, но это соль из, ну, с курортов Краснодарского края. Соответственно, это та соль, которая используется в санаториях, вот, когда вот эта процедура проводится, да, ее добромные ванны. Поэтому вот классно у меня вот такой вот будет санаторий на дому. Что касается душа. Значит, я прикупила, это, конечно, не новинка уже на данный момент, да, уже давно все, наверное, себе купили. Я осталась последняя. Это вот такой вот гель для душа. Это Астраханский арбуз от Ивраше. Во-первых, у меня как-то, знаете, у меня такое щемящее чувство патриотизма, понимаете, что Ивраше выпустила Астраханский арбуз. Кстати, посмотрите, как он мне подходит. Мы как-то с ним сочетаемся. Так, значит, абсолютно стандартный гель от Ивраше. Ничего сверхъестественного, кроме божественного запаха. Ну вот, вот, вот. Так пахнет счастье просто. Я очень люблю арбузы. И вот эти все фруктовые ароматы я предпочитаю использовать не летом, когда и так счастья в жизни достаточно, ярких каких-то эмоций, радостей и так далее. А именно зимой и осенью, когда эмоций мало, когда хочется как-то себя подбодрить, хочется, чтобы эндорфинчики вырабатывались. Вот, вот, хоть чем-то таким себя можно побаловать. Вообще, посмотрите, гели для душа у Ивраше. Они очень хорошего качества. Они густые, они очень хорошо пенятся, хорошо очищают кожу. И у них действительно бомбезные ароматы. Я очень люблю бразильский кофе. Ой, пожалуйста, просто хотя бы зайдите в Ивраше, понюхайте. Это такая сказка. Это просто ароматерапия. И последний продукт, который я купила, вот, просто я повелась на упаковку, вот, и на марку. Я сейчас вам все объясню. Значит, тадам! Это New Lacti Milk Anti-Age Крем для век. Зачем мне, достаточно молодому человеку, Anti-Age? Да как бы ни зачем, там других не было просто. Вот, что это такое? Почему вообще марка меня заинтересовала? Lacti Milk, вот что-то знакомое, да, что-то я где-то слышала. Lacti Milk выпускают вообще такие дешевые-дешевые банки, большие, с жидким мылом. И это мыло мне очень нравилось. То есть, ничего в нем не было такого, что меня смущало. И я думаю, может быть, они что-то еще интересное будут выпускать. Конечно, если бы тут внутри была баночка с дозатором, ну, вы поняли, да, на которую надо нажимать с помпой, ну, это вообще было бы счастье. Но здесь вот такой вот тюбик, здесь 20 мл. Это большой объем для средства для кожи вокруг глаз, потому что обычно это 15 мл, а то и 10 у самых таких жадных марок. Ну, плюс 83% молодости и красоты, ну, как бы, да, сразу. Как вы это высчитали? Как вы провели это исследование? Ну, это ладно. Мне просто на зиму нужен хороший крем. Я не знаю, с учетом моих запасов, использую я его зимой, но постараюсь. Меня очень привлекла цена, он стоил 75 рублей за 20 мл. Вот, девчонки, если он будет хорошо работать, если он будет хорошо увлажнять кожу вокруг глаз, я вам обязательно расскажу. И вот это будет просто находка. Не надо будет тратить какие-то сумасшедшие там деньги для ухода за нежной кожей. Это, собственно, были все мои покупки и подарки. Очень радостно вот так вот их разбирать, потому что ты получил удовольствие в магазине, пока их покупала, выбирала дома, еще получила удовольствие. Так что всем спасибо, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне палец вверх, комментируйте видео, мне будет очень приятно. Всем спасибо, пока.